Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди. Прежде чем мы начнем видеоролик, хочу напомнить вам, что уже практически год, как мною и моей командой, был создан ресурс ExchangeSumo.com. Наш сервис помогает людям обменивать валюту и криптовалюту. Вы можете продать и купить криптовалюту с помощью наших услуг. И список доступных к обмену криптовалют достаточно внушительный. Над этим работают три программиста. 180 дней, ребята, 180 дней мы писали партнерскую программу, с помощью которой вы могли бы зарабатывать у нас. Мы бы могли сделать это намного быстрее, но задача стояла такая, чтобы вы могли получать больше, чем у того же BestChange. Мы прошли через множество бессонных ночей, самоограничений, переговоров с партнерами. И это если не говорить о кодинге и других технических аспектах. И теперь по партнерской программе ExchangeSumo вы можете получать до 12 долларов за приглашенного пользователя. Ведь именно на пользователя и заточена вся наша работа. В итоге, если у тебя есть какая-то аудитория, возможно канал на YouTube или в Telegram, ты можешь зарабатывать с минимальными усилиями на моем ресурсе. Ссылка на сам ресурс и более детальную информацию по партнерской программе я оставлю в описании под видео. Переходите и пользуйтесь моими услугами. Услугами богатейшего Ди. А теперь видос. Поехали. Сегодня, друзья, мы перейдем к нескольким интересным новостям. Одна из которых отвечает на вопрос, почему биткоин все больше становится реальной валютой. А также я расскажу вам о достаточно прискорбной ошибке, которую я совершил на рынке. И многие другие люди ее тоже совершают. Знаете, что забавно? Когда биткоин падает, все кричат о манипуляциях. Но когда он растет, не так много людей найдется, говорящих о том, что рынком манипулируют. Но если перейти на пятиминутные свечи, мы можем ясно увидеть, что этот памп здесь, скорее всего, был организован одним человеком, одной группой или одной организацией. Так почему же никто не кричит о манипуляциях? Это просто человеческая психология. Когда все идет хорошо, мы никогда не спросим, почему такое происходит. Нам это просто нравится. Но когда дела идут не так, как нам нужно, тогда мы начинаем искать странные причины, почему это действительно происходит. И с таким опытом нас вполне могут брать на работу на РЕН-ТВ. Впрочем, я думаю, что это нормально, потому что наше поведение зависит от СМИ, поведения самого биткоина и в целом от человеческой психологии. Мы счастливы, когда цены растут, и мы ищем оправдания, когда эти цены падают. Так что ничего особенного в этом нет. Но это не та ошибка, о которой я хотел вам поведать. О ней будет чуть-чуть ближе к концу ролика. Давайте сначала перейдем к некоторым интересным новостям, которые непосредственно связаны с нами. Криптовалютный сайт CCN завершает работу после основного обновления поисковых алгоритмов Google в июне 2019 года. Это один из самых странных и самых удивительных заголовков, которые мне доводилось читать. Я бы сказал, что за последние 2-3 месяца CCN был чуть ли не лучшим новостным сайтом для криптовалют, который на протяжении 6 лет, вдумайтесь, 6 лет освещал новости криптовалютного рынка. Но почему они закрылись? Базовое обновление Google, выпущенное 2 июня 2019 года, привело к резкому падению мобильного трафика CCN, который упал более чем на 71% за одну ночь. В результате ежедневный доход сайта упал на 90%. Кстати говоря, сообщается, что и другие крупные новостные криптовалютные агентства, такие как CoinTelegraph и CoinDesk, также испытали снижение трафика на своей шкуре. Но цифры далеко не такие самоубийственные, а именно 21,35% соответственно. Я не могу сказать точно, сделано ли это намеренно или это просто случайность. Может быть ребята даже смогут это исправить, но на самом деле это навряд ли случится. В любом случае мы должны иметь в виду, что даже канал на YouTube не вечен. Я о том, что YouTube площадка централизованная. У нее есть центральный управляющий орган. Что если, например, YouTube, который принадлежит Google, также сейчас обновит свои алгоритмы и криптовалютные каналы просто умрут? Перестанут попадать в рекомендации, в похожие и так далее. Что я смогу с этим сделать? Да в общем-то ничего. Впрочем, нужно понимать, что ничего вечного нет. Сколько же было сверхпопулярных ютуберов, которые превращались из героев тренда в остывающие трупы на поприще мертвых звезд? Множество. Ну давайте теперь о хорошем. Недавно делал видео о том, когда один Сатоши будет стоить 1 доллар. Чисто гипотетическое такое видео получилось, но задумайтесь. Уже сейчас один Сатоши равняется одному Реалу, к примеру. Rhythm Trader опубликовал следующий твит. Наименьший номинал биткоина это один Сатоши. Теперь он стоит больше, чем некоторые национальные валюты. Один Сатоши стоит больше, чем иранский Реал, Вьетнамский Донг или Индонезийская Рупия. Волшебные деньги из интернета. Теперь просто деньги. Потрясающе, не так ли? Однако, ребята, давайте перейдем к той самой ошибке, которую многие допускают, когда инвестируют в биткоин или другие криптовалюты. Спасибо, Санни Дикри, за то, что поделился ею. Хотя, в принципе, я сам на такие грабли наступал. Но теперь давайте поговорим же, наконец, об этой ошибке, которую лучше не совершать в криптовалюте. Некоторые из вас, вероятно, уже знают, что я купил Небулас. И тогда я сказал, что основываясь на ценовых движениях, предстоящих листингах на биржах и на том, что они мало занимаются маркетингом, но их гитхаб при этом остается активным, они действительно развиваются. Короче говоря, пытался я доказать, что Небулас в целом является хорошей инвестицией. Что же, если мы немного уменьшим масштаб на дневном графике, вы, вероятно, скажете, что по отношению к биткоину это была не самая хорошая инвестиция. Но еще недавно я заметил этот сумасшедший памп, который составил около 88% по сравнению с биткоином. И теперь мы переходим к самому интересному. Я продал весь свой Небулас вот здесь, где стрелка. Это было примерно 5 мая 2019 года. Этим самым я упустил около 55% прибыли по отношению к биткоину. На данный момент я уже не очень беспокоюсь об этом, но в этом и заключается моя ошибка. Если вы инвестируете во что-то, а позже продаете это с убытком, то вы уже совершили ошибку, причем уже на моменте покупки. О чем же я говорю? Я имею в виду, если вы вкладываетесь в проект, например, в криптовалюту, то вы должны быть фундаментально убеждены в ней. И это мой вам совет, потому что я учусь на своих ошибках и хочу, чтобы вы на них тоже учились. Вы должны быть настолько убеждены в этой крипте, что вы сможете удержать эту монету до абсолютного нуля. Конечно, это работает не для каждого случая. Всегда существует вероятность того, что вы после инвестиции поймете что-то, чего вы не поняли изначально, и тогда вам придется продать эту монету с убытком. Но в общем-то, вы должны быть убеждены в своих инвестициях настолько, что сможете держать монету до самого нуля. Иначе с вами произойдет то, что произошло со мной. Но вот вы собираетесь купить что-нибудь и холдить на протяжении полугода или даже пару месяцев, и тогда вы думаете, эй, секунду, а не лучше ли было купить биткоин для таких целей? И вот вы продаете свой альткоин, покупаете биткоин, а на следующий день, неделю или месяц цена вашего альткоина вдруг показывает нереальный рывок, и вы уходите биться головой об стенку. Злюсь ли я на себя? Нет, но я воспринимаю это как урок. И это даже не первый раз, когда я должен был пройти этот урок снова. Да, я уже вкладывался в проекты, из которых я потом выходил, и после чего они вдруг резко росли. Но, как я сказал, я не злюсь на это, и вот почему. Во-первых, более 90% моего портфеля находится в биткоине. Так что, независимо от того, что произойдет с любой другой монетой, это не так сильно повлияет на картину в целом. Во-вторых, убедитесь, что вы инвестируете только в те проекты, в которых настолько уверены, что могли бы удерживать их до нуля. В-третьих, даже если вы находитесь в такой же ситуации, что и я, то не продавайте все монеты. Если бы я оставил хотя бы 10% своих небулос, то, по крайней мере, я был бы немного рад этому пампу. В-четвертых, не расстраивайтесь, если что-то подобное случилось с вами. Не думайте сдаваться и не забрасывайте инвестиции. Совершайте ошибки, но, что более важно, учитесь на них. Это был интересный образовательный спич от Сани Дикри. Насчет ошибок полностью согласен. Кто не ошибается, тот ничего не делает, а кто ничего не делает, ничего не добивается. На этом у меня все, ребята. Подписывайтесь на канал, Телеграм, переходите на Exchange Sumo, обменивайте валюту, крипту, делитесь видео с друзьями, комментируйте и обязательно богатейте. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова